Привет, с вами НТМГ, мы продолжаем играть за Британию. У нас теперь новый король, новый император, король он Дании, король Англии, король он скоро в будущей Кастиле. Как всегда, если вдруг еще не подписаны, то подписывайтесь, а нам же теперь нужно разгребать проблемы этого короля. У него нет престижа, с книгами у нас очень-очень большие проблемы, и также у нас еще супруг-регент, и он не хочет уходить, однозначно. Так что нам нужно будет сейчас с этим как-то очень разбираться. Начнем мы, конечно, с получения каких-то денег, нам нужно обязательно сократить здесь все расходы, кроме слуг. Заслуги дают сопротивление проискам, я уверен, меня очень быстро захотят убить, потому что этот персонаж выглядит очень неудачно, скажем так. У него вон супруга опасная, тайного советника хорошего нет, но мы сейчас, конечно, его назначим, причем я именно буду ставить по статам, а не по могуществу прямо сейчас, то есть необходимость именно в хорошем советнике тайном. Ну и также нам нужно сразу найти жен. Во-первых, мне нужна жена на управление, которое я бы сделал главный. Бибибай. Я выбираю тебя. И также мне нужны, очевидно, жены на статы. Вот, к примеру, вот такие. А еще, пожалуй, стоит позаключить вот эти все союзы со всеми нашими родственниками, потому что это ничего не стоит, а на всякий случай может и пригодиться. И у нас восстали скандинавы, что было аж тайм, учитывая, какую мы делали религию, и что она не приемлет никаких других религий. Неприятно, но мы переживем это. У нас появляется еще северная угроза, но придется с ней тоже справиться. И в итоге здесь придется, я думаю, делать это скво, иначе нам очень много ресурсов сюда придется потратить. Нам еще какую-то войну объявили. Да, мы сейчас так, общество само подарок, потому что денег у нас нет. Таким образом дальше мы разбиваем одно восстание, и у нас все война с ирландцами и с северной армией. Я думаю, ирландцы более актуальная проблема, скажем так. Потому что они что-то захватывают, там-то они непонятно что осаждают. И у нас скандинавские еще ребята восстали. Ну, сейчас мы разберемся с ирландцами, потом с северной угрозой, и потом уже снова со скандинавами. Тем временем я готовлю убийство своего регента, чтобы он сменился, скорее всего, на этого регента, который должен быть бескорыстным, по идее. А там, видите, у нас еще проблема, мы не можем за благочестие смещать, потому что она не нашей религии. Это, кстати, вообще странно получилось, но допустим. И, наверное, в принципе, из-за этого у нас и получилась такая вот ситуация. Иначе было бы все окей. И как только у нас он сменится, за счет благочестия снизим и уберем. Я так понимаю, убиваем ее сейчас. Прекрасно. И резко начинаем смещать нашу сторону обратно. У нас идет тень благочестия, рассвет. Причем еще плюс благочестия, собственные подвиги. Будем получать больше стресса, но на стресс нам плевать, потому что у нас легко его снимать с нашей религии. О, что-то интересное. Тысяча солдат получили бесплатно. Это нам действительно пригодится. Подожди, только их платно, да, переправлять. Да, увы. Так что пока что сюда не погружайтесь, пожалуйста. Вот этих будем ждать. И скандинавы подавлены. Мы уже в очень жестких долгах. Конечно, мы из них сможем быть достаточно оперативно потом, но все еще долги очень неприятные. Можно закончить с диархию. Поехали. Предложить благочестия, держи. Прекрасно. У меня нету теперь регента. Я все контролирую сам. То, что нам и нужно было сразу. Я ищу, что случилось. А случилось то, что... Ну, видите, здесь всего 200 человек. То, что этот парень просто взял и умер. Который на нас напал. Неудачно для него. Но можно вообще потратить, пока они там все до конца пропадут. Но вроде не пропадут. И вот оно. Последняя война. И мы наконец-наконец стабилизировали нашу ситуацию. Господи, это было действительно непросто. Теперь нашему королевству нужно, я бы сказал, несколько лет мира и спокойствия. По конверте к культурки. Поподнимать терпимость между культурками. Чтобы тоже все было получше у нас. Как бы кое-как прием пока что. Но дистанции, да, надо бы побольше. Вот оно, тени благочестия. Свет дневной. Получим еще больше стресса. Но будем получать сейчас еще больше благочестия. Прекрасно. Ой, нам еще подарок. Решил сделать наш... Просто какой-то чел. Спасибо, какой-то чел. Есть ощущение, что у нас какие-то проблемы с размером армии. И да, мы превышали. Из-за того, что мы превышали, видимо, так это дорого стоило. Почему-то. Ладно. Можно, наверное, немножко еще убрать. Нужно все-таки какие-то деньги иметь. А, они пополняются. Окей, я понял, по идее. О, разум и тело. Смотрите, какой прекрасный перк. Хорошая форма, можем получить. Звучит неплохо. Но мы не получаем, увы. Да, вот профессионалы пополнились. И у нас теперь неплохой доход. Костиж в плюсе. Благочестия вообще сейчас будем фармить жестко. Прекрасно. И нужно продолжать плодить гениев. Я считаю. И делать наше династическое древо кругом. Нужно подбирать земли священного ордена, которые не принадлежат нам. То есть католические. Раз и просто-таки два. Две дневной. Вы потеряли. Все впустую. Бывайте и моего отца. Потеряли мы све дневной. Но мы так нафармили неплохо. Да и в принципе у нас его много будет. Ребенка в честь жены звучит, наверное. А это же, а это девочка? Ну тогда ладно. А вот мы можем сделать свой священную орден. Он мне предлагают поставить сюда. Меня это устроит. И вот орден уже нашей новой веры будет развиваться. Тевтонский он будет называться. Сразу его нанимают. И потихоньку-потихоньку у нас все больше будет наша бесплатная армия. О, мы тут, все говоря, получились деньги рандомно. А я хотел сходить в универ, конечно, но это дороговато. Я думаю, чтобы чуть-чуть еще укрепить наше положение, мы сделаем практичное паломничество. Просто поближе, чтобы у нас в принципе был вообще перк паломника. И смиренная, конечно. Раздумья. Скорее фанатизм пройдем. Можно принуждение. Минжа благочестия? Нет, я хочу побольше. Вообще я бы вот это сделал, но у меня еще пока нету не паломничества. А, ну здесь надо что-то из этого. Ну, паломничество я как получу, буду ходить смиренно. И мы получили свойства паломничества. Придуем дуэт еще 40 благочестия. Я, потому что сделал волночества обязательными. У нас бафы на это есть. Плюс общая конфессия еще дает. Плюс духовенство еще сверху. Еще фанатичный вассал нас особенно любят. Прекрасно. Шанс получить свойства ученость. Блин, было бы прекрасно, но, наверное, не получится. 5% маловато. Смотрите, что можно попробовать сделать. У нас будут необычные экзотические товары. 200 монет мы. Но купить теорию можно на этом заработать. Я был бы не против, потому что мне действительно не хватает сейчас денег. А благочестие, я чувствую, у меня будет теперь всегда бесконечное. Потому что, ну, у меня все очень просто с этим. Получили мы, смотрите-ка. Решительный паломник, благочестие плюс за рыцарей. Заинтригованный минус стресс. Мнение других культур. Это наши, наверное. И штрафы за культуру и конфессию уменьшаются. Ну и плюс, видно, благочестие. Неплохо. Но самое главное, это перк паломника, конечно. И мы продаем их в трое дороже, чем купили. 600 монет сюда. На эти деньги мы отправимся учиться, очевидно. 800 монет это нам обойдется. Но это того стоит. И я тут думаю, как нам со стрессом справиться. Ну что, я сейчас начал учиться. Видите, он. Там и винтика мне сейчас поднимет. И да, мы можем казнить людей. Это то, что это из-за садизма. И мы можем его съедать, потому что у нас есть этого религия. И это дает, во-первых, каннибала. Что у нас, конечно же, является добродетелью. Британцы, очевидно, обожают. А чему научили нашего сына садизму? Отлично. Это ему заранее даст побольше благочестия. Ну и поможет потом в жизни. И мы набрали третий левел. Не далеко до четвертого. Но я обычно, к сожалению, второй где-то набирал. Сейчас аж третий. И можем, если что-то прокнет, то четвертый набрать. Но шансы небольшие. Или кто-то еще чуть-чуть прокнулся. Но чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Два счета. Ну ладно. А, всезнающий ораку. Плюс прирост развития. Плюс ученость. Плюс интриги. Шикарно. Три перка в учености. Еще какую-то книжечку я с собой заберу. С собой еще ее вот до этого человека могу забрать. Эту женщину. 30 управления. Звучит действительно полезно. А книжка мне на 20% опыта управления. Это тоже очень сильно, если мы будем качать его. Таким образом, мы полностью выкачиваем вот эту ветку. Получаем себе кучу-кушу учености. И это все очень полезно, потому что сейчас моя цель как раз-таки покачать себе инновации, покачать себе развитие. В общем, культурно развить Британию. Британия культурная. Забавное словосочетание. Но ничего. А я еще и ученых приобрел. Да. Шикарно. В принципе, вот отсюда и перешло. И есть один нюанс, который нам надо как-то решить. У нас закончились пленники, видите ли. Следовательно, нам, если что, нечем будет снижать стресс. Ну и чтобы у наших управителей не было лишнего стресса, конечно, стоит набрать себе дополнительное. Перед нами северная брус, с которой мы вновь разберемся, как обычно. Вот и наша мать умерла, и мы получаем себе в наследство все ее территории. Которые, кстати говоря, действительно большие. Мы фактически можем сейчас сделать вот три королевства. И все ее артефакты, среди которых что-то вроде как выглядит интересным. К примеру, мастельская корона. Да. И еще регалии. Смотрите, максимум вассалов, личие двора, престиж. Слушайте. Да, да, почему бы нет. Но доспех наш, по идее, должен быть, да. Наш доспех прям сильно получше. И мы можем поднять авторитет короны. И фасалов, они не смогут перевоевать. Можем выбирать закон наследования. Они могут наследовать, это все понятно. Эти становятся преступниками. Но самое главное, это 10% вклада. У нас, конечно, отношения появляются. Но мы как это компенсировали новые религии и культурными приколами. Возможно, нам стоит культуру и дальше реформировать. Но пока еще не можем. Нету не престижное это. Ну и, конечно, пока вот это не закончится, мы, в принципе, и не можем добавить ничего. Но с фикингами все по-простому. Ждем, пока они там истощатся и перейдут на сами вот эти острова, чтобы не тратить лишние деньги. Ни на содержание, ни на транспортировку. Потому что транспортировка очень неприятно дорогая. Ой, я могу кого-то списать. Да, у нас ученость невероятная, поэтому мы суперлегко можем любые проходить проверки. Ой, мы можем съездить на... Смотрите-ка, турнир большой. Почему бы нет? Меня это устроит. Может, есть караванчик получше? Да, караванчик получше точно есть. Может, даже, да, можно, в принципе, справиться без какой-то еще найма. За 9 монеток поучаствовать в турнире. Почему бы нет? И тут на турнирах будет две игры. Настольная игра, два состязания и стрельба из лука. Естественно, в настольной игре у нас шикарные, очевидно, характеристики, швенсы, эпопедов. Лебез лука не все так хорошо, но мы будем стараться. Ой, смотрите-ка, наш соперник начинает жульничать. Можно ходить и прицепить, можно просто все равно его разъебать, даже несмотря на то, что он чистер. Потому что мы просто жесткий. Ну и да, ученость, господи, нас просто, ну... Тичь лишь, конечно, шанс поражения, но... Очень-очень хорошие шансы у нас. Ученость просто нас вытаскивает здесь. Я так понимаю, мы победили? Вроде да. Прекрасно. И у нас некоторые проблемы. Можно не жульничать, а можно немножечко пожульничать. Вот это прямо можно трактовать двояко. Это правда. И мы трактовали его так, что нам нужно победить. Пошли до финала. Ну, я думаю, мы победим. Ну, да-да. Если можно увеличивать шансы, почему бы их не увеличивать, как говорится. И все три победы. Получили мы золото немножко, престиж и гроссмейстер. Так, плюс учетность, реализация на бросок боя хорошо и опыт сноровки, допустим. Ну и с луком у нас, по идее, все сложнее будет, но мы все еще пытаемся. У нас все еще ученость нам дает какие-то шансы. Слушайте, неплохо выстрелили как будто. Но я не верю, что мы можем победить. Хотя картинка как будто бы верная. Мне вот не очень нравится, что здесь нельзя это пропустить. Но да, мы меткий стрелок внезапно. Урон лучников, сноровка. Шикарно, шикарно. Победили во всех двух турнирах шикарно. В состязаниях. Такое замечательное событие. Получили мы брошь. Получили мы урну. Количество рыцарей плюс один, это достаточно сильный баф. И престиж. И укрепление грандиоза, это вроде они получили, а не мы. Меня это более чем устроит. У нас уже очень неплохо так наследие прокачивано. По крайней мере, вот эти три перка есть. Можно пойти сюда, но можно и не идти сюда. Я думаю, пойти до достойной старости, чтобы у меня доблесть не снижалась. А навыки, наоборот, улучшались. Так что пойдем сюда. Здесь также приятные плюсы образования. Плюс видеть здоровье по болезням. Беременности попроще. Плюс мнение родственников династии. А у меня их много, очевидно. Идеал дома плюс может давать мне, видите, признание. Тоже не так плохо, как будто и сноровка там. Короче, пятая вещь, но самое главное вот это вот. Тоблесть и навыки. Вернулись мы домой. Викинги все еще дрочат. Зато остров и не могут с него выйти. И да, мы, пожалуй, сами пойдем что-нибудь организовывать. Большой турнир, почему бы и нет. Я думаю, да, мы будем обязательно делать настольную игру, в которых мы, я думаю, всех развалим только так. Ну и плюс, я думаю, ближний бой вполне себе звучит неплохо. Мы вкладываемся в него по максимуму 1200. Шикарный турнир на всю Европу. И мы успешно побеждаем на настольных играх. О, смотрите, вот эти ребята наконец-таки высадились. Можем наконец их разбить. Ух, они, конечно, да, долго-долго двигались, но наконец нашли. И мы, так же, я так понимаю, победили в ближнем бою. Да. Какое замечательное событие. Близовое кольцо. Солидно, солидно. Хотя, конечно, у меня не самых полезных, но ладно. Здесь 10 доблести. Ух, два рыцаря. Преимущество на балладах. Это странный баф, но тоже допустим. Куча, конечно же, престижа. И можно попробовать еще сказать пару слов. Я, конечно, попробую, потому что шансы хороши. Да, шикарно. Итак, королевство наше опознало небольшое спокойствие. Можно сказать, восстановилось частично. Теперь пора снова суеты навести. Поднимаем армию. Начнем с Ирландии. А затем можно и вернуться к захвату Скандинавии. О, смотрите, я тут думаю, что делать. Куда-то хватит. У меня покупают перемирие за 500. Да, без проблем. Причем, да, кстати, это действительно полезно перемирие. Потому что я очень вероятно бы сейчас бы на них и нападал. Но пока я буду нападать, я думаю, вот сюда. И, кстати, за целое королевство. Наверное, чуть-чуть подождем. А, их союзник. Раз, который и сильный. Слушайте, они до 6000 имеют внезапно. И очень странно, но ладно, допустим. О, моего сына или убийца, кстати, что достаточно для нас выгодно. В том смысле, что на внуков-то у нас уже территория не делятся. Там уже пускай сами разбираются. Так что он нормас. Хотя детей у меня, да. Стало многовато. Наверное, мне стоило бы моему правительству принять целебат. А мы же продолжаем завоевывать Скандинавию. Чуть здесь повоевали. И сейчас надушим Норвегию. Остался лишь здесь кусочек Ленстера тоже. И, в общем-то, Вритания будет, наконец, свободна от тирании, от иноземцев. Вернее, конечно, имеется в виду вражеское. У нас всегда только лучшие правители. Самые честные, самые справедливые. А? Авильские ночи? Неправильная смесь различных нерований. Что такое? Ага. Свои лидеры запутались в иерархе руководства. Управление возросло. Хочется строить пир, чтобы быть там убитыми. А? Он предлагает свою роль. Допустим. Допустим. И... А, ты стал нашего салона. А, ну ты не прям нашего салона. Допустим. Ой, наконец-то у меня появился сын. Гений. И крепкое тело. Почему я хочу именно сына, а не дочку наследницей? Потому что сын у нас сможет плодить их намного быстрее своих собственных наследников. Когда женский пол уже ограничен собственно собой. Несмотря на то, что у нее все еще могло бы быть много супругов. Но... Только она единственная могла бы рожать. Так что да, нужно срочно перекачиваться вот сюда. Получайтесь воздержанно. Что в принципе достаточно быстро мы получим. И принимать целебаты. И как-то с этими детьми разбираться, расправляться. Ну, вы поняли. А вот этот парень, Кердик, у нас будет, собственно говоря, наследником. Задумал убийство его цель я. Так, ну, у меня нормальный тайный советник. Можно сделать еще более лучшего тайного советника. Давайте так и сделаем. 23 интриги. У нас вроде как здесь, как обычно. Я ничего не менял. Да, бесчисленные слуги, но шансы выжить огромные. Ой, можно тренироваться перед турниром. Сверято, поделаться. Что такое? Можно удешевить рыцарство. Ну, мне рыцарство не слишком нравится. Соблить плюс один. Пойдет. Ой, орден расширяется. Шикарно, шикарно. Еще куча бабок и еще плюс армия. Я тут немножко покупал пленников. Пособирал долги, кстати, можно еще их пособирать. Как приятно иметь много денег. То, что я могу вам сказать. Можно перерывчики. Я думаю, поделать еще какие-нибудь активности. На универ можно скоро сходить. И охотой позадиматься. И много чего еще. Наша империя начинает процветать. И несмотря на то, что наш Мирлс Свейн, второй жестокий, вначале имел большие проблемы с управлением. Потихоньку он справился. Принес стабильность в нашу Британию. Потихоньку весь мир обращается в британцев. Господи, какой ужас. Ну, а вы, если вдруг еще не подписали, подписывайтесь. А серия подошла к концу. Лайк, комментарий. Скоро быстро, ребята. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok